Продолжим работу по изучению, так скажем, механизма работы интеллекта. Вот на прошлом семинаре мы рассмотрели принципиальную схему работы интеллекта. И я сказал, что в принципе ничего сложного там нет. Если подумать, то все очень просто. Но я вот уверен, по практике говорю, уверен, что если сейчас попрошу передать, как вы поняли, фактически вот этой, я не говорю саму работу интеллекта, а вот эту принципиальную схему, как все взаимосвязано, и как все это, как взаимодействуют элементы, сейчас вот, ну, я не знаю, ну, во всем случае, точно уверен, большинство не смогут передать. Так ведь? Нет, конечно. Вот, поэтому сегодняшнее у нас занятие, так сказать, не совсем по теме, а будет некоторое лирическое отступление, чтобы было понятно, о чем идет речь. Поэтому мы от кирпичей немножко, от булыжников кирпичей отойдем, что мы рассматривали на прошлом семинаре, и поговорим о немножко интеллектуальных элементах, которые участвуют в управлении. То есть, когда я говорил о том, что схему мы не будем сейчас повторять, я ее по ходу изложения повторю, вот, когда я говорил о том, что мы в своей жизни постоянно пользуемся тремя способами выбора информации, рулеткой, лотерейным барабаном и орел-режка, вот, я не шутил. Дело в том, что действительно каждый из нас практически ежеминутно, постоянно, ежесекундно использует все три способа перебора, выбора информации в своей практической деятельности. Итак, рассмотрим на простейшем примере. Нужно перейти дорогу. Итак, система, это среда, крутит барабан, задает нам, выдает число, задачу, перейти дорогу. Второе число, выпадающее на этом барабане, вернее, на рулетке, это время, за которое вам надо перейти дорогу. Вы знаете, что у вас есть время, когда вот вы куда-то не спешите, да, вы спокойно можете подождать и прочее, а когда вы спешите, у вас надо выбирать из того, что есть, так ведь? То есть, вот вам дано время, за которое вы должны перейти дорогу, условия. Вы для того, чтобы перейти дорогу, что делаете? Начинаете лихорадочно крутить рулетку, тоже. Что и как? Привет! Вы обращаетесь к своей долговременной памяти, что у вас было в предыдущих ситуациях, накопленный опыт, какой из этих вариантов вам подойдет. Вы и там, и там выбираете большее число. У вас есть готовая карточка, вот, но в данном случае мы про нее не говорим, но вы выбираете, и там, и там. И вот есть определенное обстоятельство, когда вы, у вас есть результат с лотерейного этого, вернее, да, с лотерейного барабана, у вас есть результат с рулетки, но вы, а, была, не была, и полетели. Видели все это на дороге? К чему все это приводит? К различным нестандартным ситуациям. Что такое лотерейный барабан? Вот как ребенка мы готовим к тому, чтобы он перешел, переходил дорогу. Мы его обучаем, вводим с собой, накапливаем ему знания. Вот здесь постой, подожди, вот светофор, вот пешеходная дорожка, вот здесь нужно, чтобы тебе машину, посмотри налево, посмотри направо, дойди до середины улицы, а снова посмотри. Вот, и все эти вот механизмы мы ему закладываем. И он потом это все использует. То есть, поняли, да? Рулетка нам выдает задачу, число и время, за которое надо эту задачу решить. Среда нас заставляет, вот спешим мы, не спешим, это то, что заставляет нас принимать в определенное время решения. Вот. Дальше. Мы используем свой предыдущий опыт в лотерейном барабане, все накоплено. И мы используем текущую ситуацию. То есть, ага, вот, складывается по-другому, не так, как это было, у меня есть возможность. Я... Или же, что присуще очень много детям, почему детей сбивают даже на пешеходных переходах, я уж барном не беру. Здесь вообще это принцип для ГАИ, для дорожной полиции, что такого преступления, как непропуск пешехода на пешеходной дорожке или на светофоре, это вообще не рассматривается. Они сидят по кустам и непонятно, чем занимаются. Ну, деньги отмывают, это понятное дело, а вот плакатики поразвесили. В результате детей давят на пешеходных переходах, а полиция делает вид, что это ничего не происходит. Вот. Потому что с разной нравственностью люди едут. Один везде остановится, а другой мать родную переедет и не... и даже не обратит на это внимания. Так вот и по детям. У детей мало опыта. Они не соотносятся с давлением среды, то есть задачей, число. У них в этот время, что там, вот рулетка, как там, они выбрали все это, вроде все у них есть, да? Но а была, не была и вперед рванул. Вот вам результат. Дальше. Я говорил о том, что есть сгущение чисел. Вот где-то появляется. Все вы в своей жизни сталкиваетесь с тем, что у вас по практике одни навыки требуются чаще, другие навыки требуются реже. Самый, вот рассмотрим, просто на простейшем примере, это навык, который используете ежедневно. Но сейчас в силу большой подвижности общества, ее информированности, изменения возможности взаимодействия с другими культурами, вот, этот навык как бы получил серьезное распространение. Итак, вам нужно поесть. Каждый день вы едите. У вас есть определенный навык, карточка. Вы хорошо едите вилку ложек. Но попадаете в ресторан, новая задача, новое число новое и время другое. Вам нужно решить задачу с ножом уже или с набором вилок ножек, это ложек. Так? Дальше усложняем еще задачу. У вас появляется необходимость есть палочками. То есть, смотрите, область сгущения. Вы уходите все в более разреженную область. Так ведь? Часто вы палочками едите? Нет. Навык отработан? Нет. Следовательно, у вас количество неправильных ошибок и неправильных карточек выше. Так ведь? Вы вынуждены постоянно отработать. Ну и то, с чего дети начинают, это есть руками. Ну руками этот опыт дальний, но иногда вы его используете. Но используете уже практически без ошибок. Вы его в детстве научились. Вы знаете, где как горячее взять, где чего использовать. Так ведь? Ничего сложного вот в этой принципиальной схеме, как видите, нет. Разложили, да? И что мы из этого получаем? Вот из всего, что я разложил вот эту принципиальную схему, на следующем семинаре мы будем продолжать рассматривать все это. на этой вот из того, что мы уже изложили, у нас получается что? Вот рулетка, если мы будем переводить на нашу терминологию концепцию общественной безопасности, достаточно теорию правильной. Что такое рулетка? Рулетка это вероятностные предопределенности, которым подчинены все процессы. Вот они, все вероятностные предопределенности, которым подчинены процессы, которые протекают. Что такое число, которое выпало? Это частная мера, код, объективная информация, то есть мы выбрали из этих вероятностей предопределенности конкретную частную меру. А что такое соответствие вопроса и ответа на карточки, когда мы полностью его сделали? Это частный случай общего свойства отображения информации из одного фрагмента вселенной на среду и обратно. Понятно? То есть вот правильное соответствие, ведь все отображается друг на друга. Помните, процесс треединства материи информации мира. Все взаимодействует. судья в этом случае, который карточки заполняет. А, правильно, неправильно, правильно, неправильно, и в конце концов мы накапливаем правильные карточки, готовые решения. Так вот судья это многомерная вероятностная матрица возможных состояний материи. Кто скажет одно слово того определения, которое я сказал? Судья многомерная мера. Мера. Матрица. Все пребывает в мире. Мера пребывает во всем. Многомерная матрица дальше? Да, многомерная вероятностная матрица возможных состояний материи. Что такое барабан? Это структура, которая фиксирует в себе более или менее полно и точно информацию на определенном иерархическом уровне организации вселенной. То есть вот на уровне ребенка это один барабан, его один уровень организации. Точно и полно. У взрослого человека более того, у общества в целом другое, понимаете? У государства, у планеты цивилизации третье. Так вот, вот этот барабан это структура фиксирующая в себе более менее полно и точно информацию на определенном иерархическом уровне организации вселенной. Ну и мы помните рассматривали, что на каком-то этапе профессор и школяр выходят к зрительному залу, где проявляют свои навыки. Так вот, зрительный зал это сознание, за спиной которого, говорят, в подсознание, в сверхсознание, то есть на бессознательных уровнях, стоит точно такой же барабан и дублер точно такой же рулетки, где протекает точно такой же процесс. О том, как это протекает и как это более устроено, поговорим на следующем семинаре. Но надеюсь, теперь понимаете, что все просто, только нужно подумать. Вот дома еще раз обдумайте вот это все, вот эту принципиальную схему, потому что мы пойдем на следующем семинаре уже на усложнение этой схемы. Вот если мы вот здесь не поймем, шаговую, то дальше можно будет говорить умные слова, которые будут непонятны. Субтитры Что мы рассматриваем? Работу интеллекта. И мы рассмотрели, в общем-то, что? Сам принцип работы, вернее, перебора информации, выбора информации посредством трех способов. Рулетка, лотерейный барабан и подбрасывание монетки. Мы все это совместили. Надеюсь, понимание самого процесса у вас есть. И на прошлом семинаре мы сделали небольшое отвлечение, чтобы было понятно по некоторым вопросам. И дали некоторые определения. Чтобы дальше двинуться, мы эти определения сейчас повторим. Потому что они нам необходимы. Итак, что такое рулетка? Выдаем задачу? Мы говорили, что рулетка это? Вероятностные предопределенности, которым подчинены все природные процессы. Не записываем. Сколько раз говорите? Самый тупой карандаш всегда заменит с успеха самую острую память. А когда записываешь, то еще и барабан откладывается. Причем не что-то, а карточка. Сразу готовый правильный вариант. Далее. Что такое выпадающие в рулетку числа? Частные меры, коды общевселенской информации. Что такое соответствие вопроса-ответа на карточке? Это частный случай общего свойства отображения информации одного... вернее, отображения информации из одного фрагмента Вселенной на другой и обратно в среду из него, протекающая в общей для них мере общевселенском информационном коде. Далее. Судья Фемида. Многомерная матрица. Вот, это вы запомнили. Многомерная. Я успела записать. Вероятностная матрица возможных в состоянии материи мира. Но я же вам сколько раз говорил. Если что-то не задерживайтесь, я всегда повторю. Это неудобно жить в 10 раз. Ну почему неудобно? Лучше 10 раз. Многомерная. Многомерная вероятностная матрица возможных в состоянии материи. материи мира. Дальше. Лотерейный барабан. Что это такое? Структура фиксирующая в себе. Правильно. Структура фиксирующая в себе более или менее полно и точно. Что? Информацию на определенном уровне развития или организации, точнее будет сказать, Вселенной. Вот на каком уровне он организован, на том уровне он в себе эту информацию несет. Что такое зрительный зал? сознание, за спиной которого, то есть где? На бессознательных уровнях психики. Мы не знаем, это было подсознание, сверхсознание. Сейчас мы говорим о бессознательных уровнях психики, а они стоят за сознанием. Стоит точно такой же барабан памяти и есть свой дубликат рулетки. То есть протекает все тот же самый процесс. Мы это выясним. Ну вот ситуация такая. Мы разыграем раз за разом операцию. Задача, время ответа на эту задачу. Роемся в барабане, берем из рулетки, определяем монеткой. И мы получаем набор карточек, фиксирующих более или менее полный ответ. Так, у нас растет количество шариков в этом барабане. Причем шариков по мере развития ситуации с правильным ответом становится все более и более больше. Но барабан, ну вот лотерейный барабан, сколько вы будете кидать в шариков? Пока не закончится. Так, по определенному объему. Поэтому, вот эта схема, она хотя бы и дает некое представление о работе интеллекта, но она не совсем полная. Более полной схемой работы интеллекта можно представить, если вместо одного барабана будет стоять три. Три барабана. Если мы их подчеркиваем сразу, условно обозначим, прошлое, начальный капитал, помните, мы говорили, поместить барабан. Прошлое, настоящее и блюдущее, то соответственно к этому в каждом барабане будет разное количество информации. Прошлое у нас заполнено все. И нам в прошлом копаться особо-то нечего. Есть у нас настоящее. И у нас есть барабан под будущее. Значит, если у нас в прошлом заполнено все, то в настоящем у нас заполнено не все, а в будущем у нас сколько заполнено? Пусто. Таким образом, получается ситуация, что нам интересно только играть с тем барабаном, который в настоящее время не заполнен полностью. Но ведь мы же знаем, что в барабане, который находится сзади, могут находиться неправильные ответы, несоответствующие реальному стечению обстоятельств. Так ведь? Что с этими ответами делать? А они ведь там есть? Так вот, мы закрываем этот барабан тогда, когда вероятностный проигрыш на первом барабане, в прошлом, может быть с лихвой компенсирован выпадением числа из второго барабана. Вот, когда вот это вот у нас есть, все, нам вот этот барабан в принципе не нужен. Если сравнить его с техническим так уровнем или с навыками человека, то это примерно так. Вот в технике есть блоки, которые раз и навсегда сделаны определенными специалистами. Их запаивают, закрывают, и туда малоквалифицированный пользователь уже не лезет. Знаете, в технике такое? Вот, микросхемы полностью заливают, чтобы туда никто не лез, блоки целые, все, и туда не лезут. Вот это вот ремонтируй, здесь копайся, все, здесь твое прикладное, а вот та, обеспечивающая базовую функциональную часть какого-то устройства, ты в нее не суешься. Так вот, третий барабан именно такого свойства. Мы осуем, и вот эти свойства, они автоматически воспроизводят то, что человеку необходимо в его жизни. Человек ходит, ест, пьет, смотрит, определенным образом двигается, все, он не задумывается об этом, он уже не крутит барабан, рулетку, он не крутит барабан, не подкидывает, как ему монетку каждый раз, когда ему нужно что-то это сделать. Вот, это все у него там, в опечатанном блоке, вот, так же, как у механизма. Он играет только лишь с барабаном настоящим и ориентируется на будущее. Но, как же так получается? Барабан пустой есть, а мы с ним как бы не играем. Тем более, если посмотреть по времени протекания природных процессов, то барабан прошлое запечатан, заполнен. Барабан настоящий, мы в нем живем, а как определить барабан будущее? И вот здесь нужно совместить этот образ с другим образом. Представим себе все те же три барабана. Но, теперь они условно разграничены по уровню системы организации Вселенной. Сама Вселенная, вот верхний барабан, знает о себе всю полноту информации и знает правильные ответы, выпадающие на любое число. Верхний барабан. Галактика обладает уже не полной информацией о Вселенной. Солнечная, скажем, система еще меньше. И так по нисходящему уровню до всех-всех людей. То есть, фактически, каждый человек, играя с настоящим барабаном, в настоящем, он играет с самым низшим барабаном уровня организации Вселенной. На его уровне организации, на достигнутом информационном уровне, вот, структура, фиксирующая в себе более-менее полноточную информацию на определенном уровне организации Вселенной. Человек. Вот мы с этим барабаном и работаем. Но информация-то там вся есть, и человек, в принципе, может получить эту информацию по необходимости, если он обратится к тому, кто распоряжается этим барабаном. Ну, как бы, за подсказкой к старшекласснику, к учителю, вот, который ему подскажет, что из того барабана сверхнего взять, чтобы использовать его в своей текущей жизни. Но! В этом случае нужно знать, что спрашивать. Потому что правильно сформулированный вопрос, это уже наполовинный ответ. Но самое главное, что понять вот это можно только лишь тогда, когда в твоих понятиях есть понятие наивысшего иерархически объемлющего управления Бога. То есть, к кому обратиться? Зачем? Вот если Бога в тебе нет, не понимаешь, что Бог есть, то тогда ты не сможешь сформировать вопрос. И вот в нашем атеистическом обществе это вот выражается в чем? Помните, да? Что же вы кричите, Господи, Господи, но не делайте того, чего я вам говорю. Бог, он, язычник, и говорит с людьми языком жизненных обстоятельств. На каждую просьбу человека он откликается. И уже весь вопрос человека, реагирует он на это или не реагирует? А почему он не может реагировать? А дело в том, что человек может просто отмахиваться. Да иди ты! Шариков с таким числом просто не существует. Ну просто нет такой информации. Вы с этим тоже постоянно сталкивались. Понятно, да? Надеюсь. На сегодня мы закончим рассматривать и продолжим на следующем семинаре. Дома еще раз обдумайте, потому что у нас нет возможности посвятить полностью все для рассмотрения одной темы. Но я думаю, что блоками вот так вот, ну как откладывается или не откладывается, или зря сделал, что блоками поделил. Зря? Нет. Нормально, да? То есть вот эти меморики... Просто нужно будет еще подытожить, еще один какой-то... Без проблем, мы сделаем так, как все ЛСО. Олег, если вы в литературе не уж покупали, то есть, где-то же есть там? Конечно, работа интеллекта описана в достаточно общественном управлении. Так мы же и рассматриваем достаточно общественное управление. Суперсистема, по-моему. Безусловно, я же и что сказал? Сначала рассматриваем работу интеллекта, а потом беремся за суперсистему. Без работы интеллекта суперсистему мы не сможем освоить. Ну что ж, на этом мы закончим теоретический блок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!